здравствуйте сегодня латышское блюдо но теперь я немного в ступоре потому что если переводить то получается так что это пирожки с беконом или как правильно может быть сказать пирожки со шпеком мясо мы используем копченое так что если честно я даже не знаю как правильно назвать со шпеком это будет неправильно с копченым мясом это тоже будет неправильно смотрите посмотрите и решите какое правильное название тесто каждая хозяйка делает по-своему я покажу вам как это делаю я но начинка это стандартная начнем с дрожжей здесь у меня стакан теплого молока не горячего не холодного теплого туда добавляю пол чайной ложки муки и пол чайной ложки сахара потом добавляю пачку дрожжей здесь 7 грамм размешиваем и отставляем в сторону минутки на 3 для теста нам нужно два яйца 2 столовые ложки масла 2 столовые ложки сахара щепотку соли и пол килограмма муки но с мукой осторожно добавляйте понемножку и смотрите потому что мука бывает разная может больше нужно будет может меньше когда мы размешали яйцо сахар соль и масло добавляем туда подошедшие дрожжи и и опять же размешиваем это все тесто у нас получается мягкое как пластилин но она не липнет к рукам перекладываем тесто в емкость накрываем пленкой и кладем в теплое место на полчаса теперь нарезаю копченую свинину и лук маленькими кубиками теперь это все счастье обжариваем и добавляем перец наше мясо поджарилась кладем его в тарелочку для остывания это будет начинка пирожков лук полчаса наше тесто поднялось теперь мы отжимаем его обратно вниз опять накрываем пленкой и так же самое в теплое место опять на полчаса это мы повторяем три раза сейчас мы сделал один раз через полчаса второй раз опять прижмем вниз и через полчаса третий раз а потом мы уже будем раскатывать наше тесто и тесто готово три раза я отжала три раза он поднял она поднялась теперь будем тесто раскатывать и делать пирожки теперь просто раскатываем тесто тесто раскатали берем стакан вырезаем кружочки в каждый кружочек выкладываем начинку и и закрываем пирожок может и так можете проще просто зажимать назад как вам удобнее разогреваем духовку на сто восемьдесят градусов раскладываем пирожки на противень одна противень пирожков готова теперь берем одно яйцо взбиваем его или просто размешиваем вилкой как вам удобнее яйцом смазываем каждый пирожок пирожки все смазаны теперь отправляем в духовку до готовности итак пирожки готовы так они выглядят изнутри приятного аппетита все